Всем привет из славного города Базеля. Прогулку по городу вы, наверное, уже видели или еще увидите, в зависимости от того, как быстро все это будет дело смонтировано. Но вот пока я хотел бы рассказать, точнее, показать, как живут в Швейцарии. Меня любезно пригласил Олег пожить у него, и он же согласился выступить с небольшим экскурсоводом, собственно, как вообще обустроен быт простых швейцарцев. Добро пожаловать. Этот дом, жилой дом, построен в начале 20 века, примерно 100 лет назад. Снаружи находится мусорка, заросшая виноградом. За мусор надо платить в виде покупки специальных мусорных мешков. Сюда можно выбрасывать только мусор в этих мусорных мешках, покупая который, ты оплачиваешь тем самым вывоз мусора. Ключ общий от квартиры от подъезда. Пойдем внутрь, значит. Жилая часть наверху, можем пойти в подвал сразу. Как у нас устроены подвалы, здесь находятся кладовки у каждого своя. Кто-то запирает на замок, кто-то не запирает, это опционально. Дальше находится электрический щит и стиральная комната. Стиральная комната традиционно в швейцарских домах общая, практически во всех. Кроме, может быть, некоторых редких исключений, я буквально знаю один-два таких дома с квартирами, у которых своя стиральная машина в помещении. Обычно стиральная машина находится одна на несколько квартир. То есть, если бы это был большой многоквартирный дом, здесь было бы несколько стиральных машин, чтобы все жильцы могли одновременно стирать что-то. В данном случае у нас дом всего на несколько квартир, поэтому здесь стиральная машина одна. — Сколько стоит средний диапазон цены мойки? — Цены одной мойки? — Да. — Одного процесса? Ну, зависит. Там можно выбирать разные программы, но где-то от 50 раппенов. То есть, считай, от полдоллара до, может быть, полутора долларов. — И для этого карточка, да? — Для этого используется карточка, да. То есть, ее заряжаешь, на нее кладешь деньги, и потом с нее за каждую стирку с тебя списывается. Где-то в старых домах были, по-моему, даже системы с монетками. А, даже у нас когда-то, лет 10-15 назад, были системы с монетками. Но это очень удобно и с карточкой, конечно, проще. Стиральная машинка. Можно включить. Значит, сюда вставляется карточка. Здесь есть специальная тетрадь для записи своего слота для стирки. То есть, если ты хочешь постирать в определенное время, в определенный день, ты можешь заранее записаться, чтобы другие соседи об этом знали и в это время не занимали машинку. В некоторых домах устроен иначе. В некоторых домах каждой квартире изначально присвоен свое время и день стирки. То есть, например, каждый вторник или каждую среду. Ну, вот здесь у нас можно записываться. Это удобнее. Здесь когда-то еще некоторое время назад здесь находились тоже кладовки. Старые кладовки для угля, которые должны быть отдельно от основных. Но поскольку уголь уже не актуален, то эту часть переделали в сушилку. Здесь сушилкой пользоваться можно неограниченно, записываться не надо. Места на всех хватит. Здесь выход во двор. Значит, дом, как я сказал, примерно 100 лет ему от момента постройки. Видно, что его перестраивали. Где-то в 60-е и 70-е годы пристроили лоджии. В скорости, правда, его думают вообще снести и построить новый. Потому что все-таки он недостаточно удовлетворяет современным стандартам. Но, скорее всего, насколько я знаю, и в новых домах тоже такая же система будет с машинкой коммунальной. Значит, наши дома, вот эти вот, весь этот двор, все дома вокруг и еще в ту сторону квартал принадлежат такому организации. Это товарищество по строительству домов, жилья. Это некоммерческая организация. За счет этого цена аренды ниже, чем на рынке. Вообще говоря, в Швейцарии достаточно высокая цена аренды по сравнению с соседними странами. Но, с другой стороны, налоги ниже, чем, например, в Германии или во Франции. Поэтому это компенсирует. То есть, многие все равно переезжают, например, из Германии в Швейцарию. Хоть здесь и дороже жить, но дешевле, меньше, больше денег остается. Ну да, это у них проходы, и вот там входы в квартиры. То есть, ты видишь, поднимаешься по лестнице и в квартиру через стеклянную дверь фактически входишь к себе. Или на лифте поднимаешься. Вот, видишь, на лифте поднялся он и входит к себе в дом. Здесь у нас новый дом, недавно пристроили. Он тоже принадлежит нашей же организации, нашему товариществу. То есть, двор общий. Здесь, соответственно, немножко улучшили детскую площадку. Она и раньше здесь была, просто там построили, например, дополнительный навес. Построили еще там несколько игровых штук. Вот там водяная такая. Там стоит футбол настольный. А вот как принималось решение, что будет построен этот дом? Как-то просто организация решила или вот был референдум? Ну, референдума не было, потому что это не касается жителей города всего. Это касается только нас. Выкупили этот дом. Действительно, проходили ежегодные собрания. На них принималось решение выделить деньги. Здесь был старый дом, который, не знаю, где-то в 40-х, 50-х годов, который был уже неактуален. Его выкупили, снесли, построили новый. Если там человек хочет застеклить лоджию свою, что для этого нужно сделать? Это невозможно. Даже если у тебя... Ну, это зависит, конечно, на самом деле от того, где ты живешь. В нашем доме это невозможно, потому что у нас дома... У нас квартиры не в частной собственности. Они застеклены центрально. То есть пристроены были, как я уже сказал, лоджии. В других местах тоже есть некие нормативы на то, как должен выглядеть балкон. То есть нельзя, например, заставить, не знаю, мебель, чтобы вообще не было видно. В старом городе то отдельная история. Там дополнительные архитектурные памятники, там еще дополнительные ограничения. Хотя насчет мебели я не уверен. Может быть, мебель и можно заставить, но перманентно застеклить, конечно же, нельзя. Да и смысла в этом нету, зачем здесь стеклить? Это очень странная идея. Можно выступить, я так понимаю, что можно выступить на собрании с предложением застеклить в каком-то доме, если, например, действительно какая-то проблема с отсутствием стекла, застеклить центрально весь подъезд, весь дом. Вот, это возможно. То есть вот так же, как было принято решение построить эти лоджии, это вполне возможно, это должен быть центральный проект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова